МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Алла Сысоева, музыковед, кандидат искусствоведения. Здравствуйте, Алла Евгеньевна. Здравствуйте. Хочу пояснить. Сегодня мы здесь для того, чтобы поговорить о концерте, посвященном Джону Карельяно. Да. Алла Евгеньевна, если можно, расскажите об этом композиторе. Я думаю, не все слышали и не все знают, кто он, откуда, какую музыку писал. Ну, с удовольствием, конечно, я представлю этого музыканта. Но вначале скажу о том, почему мы этот концерт проводим. Дело в том, что в этом году исполняется 80 лет у маэстро Джона Карельяно «Юбилей». Это знаменитый американский композитор. И вот он приезжает в Москву, где в зале имени Чайковского, Московской филармонии, будет проходить его авторский концерт. Но в наш город эта программа попадает в связи с сотрудничеством Рязанской филармонии с Московской государственной филармонией. И в рамках этой программы, которую курирует Министерство культуры Российской Федерации, называется она «Всероссийские филармонические сезоны», наши зрители, зрители Рязанской филармонии, услышат концерт, посвященный музыке Джона Карельяно на день раньше. И если в Москве маэстро будет 14 марта, то рязанская публика увидит наш концерт 13 марта. Джон Карельяно – это прославленный американский композитор. Он считается одним из самых титулованных, поскольку всегда об этом говорим, что у него очень много разных важных премий. Это пять премий-грейми. Это премия «Оскар». Еще несколько престижнейших музыкальных премий, которые признаны во всем мире. И все эти награды Джон Карельяно получил за свою музыку. «Оскар» Субтитры создавал DimaTorzok Он является автором нескольких симфоний. У него вообще всего где-то порядка ста сочинений в разных жанрах. Но вот первое, что, конечно, он крупнейший симфонист. И считается, что он наследник традиций великой европейской, мировой симфонической музыки, включая нашего гениального композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. На нашем концерте будет представлена симфония. Это первая симфония Джона Карельяна. И она была написана по трагическому поводу. Ее премьера состоялась в 1989 году в Чикаго, где сам маэстро присутствовал. И долгое время в коллективе этом он работал как композитор. Создавал для этого коллектива свою музыку. Так вот, первая симфония посвящена друзьям Карельяна, которые погибли от СПИДа. В этой симфонии три части. И каждая часть – это посвящение кому-то из друзей. Мэтра, кому-то из друзей, композитора. Поэтому она очень проникновенная, очень трагическая. И, как говорил сам композитор, все, что он пережил, все, что он прочувствовал, он вложил в ноты, в звуки этой музыки. Симфонию в Рязани будет исполнять Омский академический филармонический оркестр. Мы принимаем коллективы из других городов, исполнители из других городов. И вот Омский оркестр, по словам самого маэстро Карельяна, очень достойно исполняет его музыку. Потому что, как мы понимаем, стиль любого современного композитора достаточно сложный, язык необычный. С другой стороны, Карельяна очень широко исполняем в мире вообще. И вот помимо наших российских оркестров и других коллективов, музыку Карельяна, в частности, эту симфонию исполняли где-то порядка 150 оркестров в мире. То есть, в общем-то, он достаточно популярный и известный мировой композитор. Кроме того, еще можно сказать, что Карельяна писал и для инструментов, концерты, сонаты. И вот в концерте в нашем прозвучит концерт для скрипки с оркестром, который был основан на музыке из фильма «Красная скрипка». Именно за музыку к этому фильму Джон Карельяна в свое время получил «Оскар». «Красная скрипка» Затем он уже решил преобразовать партитуру к фильму в жанр скрипичного концерта. В нашем концерте будет солировать знаменитый российский скрипач, лауреат международных конкурсов Иван Почекин. Он представляет новые поколения, но связан, конечно же, с традициями русской скрипичной школы, русского исполнительского искусства. И, кроме того, в концерте будет принимать также участие Московской студии современной музыки. Это известнейший московский коллектив, который в свое время курировал наш прославленный композитор Эдисон Денисов. И, конечно же, традиции исполнения современной музыки, они особые. И вот этот коллектив, он исполняет музыку и наших современных композиторов, и также последние новинки западного европейского музыкального искусства. Вот, как видим, программа нашего концерта, она полностью повторяет ту программу, которая будет представлена в Московской филармонии на концерте посвящении Джону Карельяна. Но это, если коротко, вот я вам обозначила основные веки, основные события, которые будут на этом концерте. Скажите, пожалуйста, о сами музыканты. Каким образом они отзываются о музыке композитора? Насколько им, не знаю, сложно или, может быть, наоборот, легко работать с его музыкой? Ну, вначале я должна вам сказать, что Джон Карельяна бывал уже в нашей стране. Он, кстати, в 2011 году был в составе жюри 14-го Московского международного конкурса Львина Петра Ильича Чайковского. Именно в сольном, скрипичном исполнительстве он представлял это жюри. И вот Карельяна также приезжал к нам и на другие концерты, я имею в виду, в Россию. И вначале я вам даже прочитаю цитату из его интервью, что он говорит о нашей публике. Все исполнения моей музыки в России, что я слышал, были очень страстными, осмысленными, неравнодушными. Ваша публика очень заинтересована в том, чтобы узнавать новые, и очень благодарно реагирует. И действительно, это будет четвертый приезд Джона Карельяна в нашу страну. Музыканты, которые исполняют музыку современных авторов, конечно, понимают, что перед ними стоят очень сложные задачи, потому что это технически очень сложные музыкальные произведения. В концерте для скрипки, как и в симфонии, мы это все услышим и поймем, что исполнитель должен быть не только виртуозом, то есть мастером технически совершенным, но он должен быть глубоким, содержательным музыкантом. Я знаю, что музыканты с интересом, с большим интересом исполняют эту музыку, потому что какие-то новые образы, новые настроения, новые темы она каждый раз открывает для каждого исполнителя. Вообще, конечно, исполнение современной музыки – это большой труд, и на этом пути музыканты долго совершенствуются, но с большой отдачей, с большим желанием, с большим интересом и, самое главное, с огромным энтузиазмом эта музыка звучит и исполняется в том числе и нашими музыкантами. Удивительно, что в этом концерте принимает участие Омский симфонический оркестр, и сам Коррельяна говорил, что он слышал в записи на Ютьюбе, как этот коллектив исполняет его музыку. Ему очень понравилось качество звучания, содержание, как музыканты преподнесли его музыкальный текст. И поэтому, в общем-то, что оркестр из Сибири, кстати, крупнейший симфонический коллектив из того региона, показывает свое достижение творческое в Москве на концерте в Московской филармонии, что очень тоже престижно и интересно. И нашей публике тоже предстоит знакомство с этим коллективом в стенах филармонии. И, конечно же, с большим трепетом и волнением ждем мы встречу с музыкантами и с музыкой Джона Коррельяна. Вообще на этот концерт кого вы ждете? Всех любителей симфонической музыки или именно поклонников этого композитора? Ну, я не думаю, что имя Джона Коррельяна настолько широко известно нашей публике. Но, тем не менее, новые сочинения современных композиторов так или иначе есть в репертуаре филармонии, присутствуют в концертных программах и в афишах. И считается, что музыка Джона Коррельяна, она, с одной стороны, академическая. Его можно даже считать классиком современной музыки, музыки XX века, музыки уже первой половины XXI века. Но, с другой стороны, также признана, что она доступна. Потому что, как говорил сам мэтр, что он романтик, и его музыкальный язык отличается особой мелодичностью. Но вместе с тем мы понимаем, что это современный язык, насыщенный сложными диссонантными интонациями, звучаниями, очень необычными тембровыми сочетаниями. Поэтому хотелось бы, конечно, привлечь внимание широкой публики, меломанов в первую очередь, всех любителей, потому что знакомство с новыми жанрами, с новыми именами в мире музыки, оно всегда познавательно, интересно и оставляет очень яркие впечатления. Давайте еще раз напомним нашим зрителям, когда и во сколько состоится концерт. Наш концерт пройдет 13 марта в концертном зале Рязанской филармонии. В 19 часов приглашаем всех послушать музыку великого, ну, я теперь могу так говорить, американского композитора, который отмечает свой юбилей, ему 80 лет, это Джон Карельяна, еще раз назовем его имя. И мэтр приезжает в Москву, где сам будет присутствовать на своем концерте 14 марта уже в стенах Московской государственной филармонии. Ну что ж, Алла Евгеньевна, большое спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо. Я напомню, в гостях у нас была Алла Сысоева, музыковед, кандидат искусственного видения. На этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова